Работа была адовая. Мы стали свинникальнички. Я отбылся руки молотом. Все они теперь в сироперах. Но сменили нас рано. Три часа. Поработали мы следовательно четыре с половиной часа. Но как? Из дворца я пришел к маме. Мама при спокойствии все ходит в мимо. Стало возможной сфимической войны. Сейчас начинает произведить эвакуации. Взял пять рублей и сходил в столовую. Затем пришел домой. Приходила какая-то женщина, которая записывала всех ребят в тринадцати лет. Ирку записала. Комендант приказал мне дежурить по разу с половиной десятого до трех. Кстати, сообщил, что на случай тревоги мы должны бежать к хамадуре в первый этаж. Но там все равно небезопасно. От уголовской бомбы не спастись. От воздушной волны тоже. Волна снесет дом, а его волны поварены в нас в этом подвале. От химической бомбы не спастись тем более. Двадцать девятый июня. Работал под дворцом на строительстве бомбоубежища. Перед этим был на площади на саде. Грузил песок. На работу там было все же мало. Ребята вылепились песка рожек из дыра и стали бить ее лопатами. Я тоже присоединился к нему. Во дворце опять стаскал кирпич и песок. Пошел с дворца в шесть часов. Прися домой получил неожиданный сюрприз. Еще в дверях ко мне подбежала Ира и с криком «Посмотри, что мне мама купила! А тебе не купила, не купила!» Я пошел в стволы. На диване лежала купленная Ирина троска и кукла. На столе стояли новые Ирины сапоги. Мама все сунула какую-то... Мама мне сунула какую-то записку в руки. Я машинарную отстырнула ее. Это было заявление в линкомат о добровольном храждении мамы и меня в ряды Красной Армии. Оказывается, маму было утром в фортособрание, а все партийцы решили войти в ряды нашей Красной Армии. Никто не отказался. Сперва я почувствовала какую-то гордость, затем некоторый страх. Наконец, первая переселила вторая. Вечером я и мама пошли в полуденье с одного из домов в Сибирске. Мама решила отправиться в дальнюю Иру. Если мы уйдем на фронт, кое о чем все же там договорились. В тот же вечер, о-о-го, сходила я в парикмахерскую, наверное, месяца два Дистрикса. 30 июня. Придел от дворец и застал ребят, играющих в белья. Поиграл около полчаса. Затем мы пошли на работу в полубежище. Я перестаскал песок из сада. Освободился всем к 7 часам. Пошел в фронт. Там другая новость. Меня, наверное, в армии не возьмут. Мама. Да, еще и пригрит. Из-за того, что я плохо себя чувствую, дает себе знать пригрит. Освободя, примерно, от работы в дворце. И пошли в лагерь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok